Сегодня завершился марш-бросок кремлевских курсантов Высшего военного училища. Военно-патриотическая акция проходит в четвертый раз в память о курсантах, погибших осенью 41-го года. Участники преодолели путь в 85 километров. По традиции колонна начала движение в селе Никольское. Подробности у Николая Матюнина. 78 лет назад, в эти же холодные, более холодные, октябрьские дни, и курсанты кремлевского училища шли защищать нашу родину. Шли по этим землям, по нашим с вами землям, по Клинской, Истринской, Волоколамской, Солнечногорской. Шли с одной единственной целью – разгромить врага, не допустить прорваться фашистам к столице нашей родины. Раннее утро – поле села Никольское. Отправная точка марша кремлевских курсантов. Четвертый год они идут этой дорогой. Проверить себя на прочность и почтить память героев военных лет. Основная задача, безусловно, это подтвердить свою готовность, готовность сегодняшней молодежи. Не только помнить, но и быть готовыми выполнить задачу так, как это сделало поколение 41-го года. Поэтому, идя дорогой героев, мы кланяемся всем, кто защищал нашу родину и Подмосковье. Октябрь 41-го. 1330 курсантов подняты по тревоге и выдвинуты на рубеж Волоколамска. Они преодолели 85 километров и заняли участок вдоль берега реки Лама. Совсем мальчишки встали на оборону подходов к столице. Больше половины так и не вернулись с полей сражений. В этом году дорогой памяти идут 13 отрядов, 650 человек. Полные амуниции, с оружием и отлично подготовленные. Мы готовились в течение месяца, ходили такие дистанции, как 20-30 километров и 10 километров пробовали с оружием. Самое тяжелое, то что мы готовились по грунту ходить, а сейчас будем большинство дистанций идти по асфальту. Это большая нагрузка на колени. Клин, Волоколамск, Ярополец. 33 часа пешком, с короткими перевалами. На пути кремлевцев многочисленные населенные пункты. Первыми колонну поприветствовали жители Щекино. Праздник и пункт не приходи. Он защитил тебя на поле боя. Уау! В торжественном митинге в честь марша кремлевских курсантов приняли участие и будущие защитники Отечества юноармейцы. Память героев почтили минутой молчания. Клинская земля вообще является исторической землей. И в годы Великой Отечественной войны она была обидно полита кровью, кровью солдат, кровью офицеров, кровью наших местных жителей. И сегодня наш святой долг рассказать, приобщить к этому юное поколение, поколение юноармии, поколение кадетов, тех ребят, кто сегодня в силу своего возраста уже осознают всю ту историческую ценность победы Великой Отечественной войны, без которой бы не было нас с вами. В следующем году часть Дороги памяти вместе с кремлевскими курсантами преодолеют и бывшие участники юноармейского движения, которые уже достигли совершеннолетия. Николай Матюнин, Алексей Буланов, Анастасия Гарбузова. Новости дня.